Самым дорогим человеком или отказаться от возможности самой стать матерью. Иринина мама все-таки, она такая достаточно сильная женщина, и все-таки она обладала, мне кажется, таким авторитетом для нее большим. Она прислушивалась к ней всегда, ее мнение для нее было достаточно важным. Естественно, для нее мама была самым важным человеком. Но мать Ирини беспокоила лишь счастье ее дочери. И она сразу сказала, что выполнит все указания экстрасенсам. Она говорит, лишь бы тебе помогли, а про меня из чухопят говорят. Ну, это ее позиция. Я ее очень любила и люблю до сих пор. Но то, что неосознанно, может быть, он и прав, но ребеночка я всегда ей хотела. Внучку я всегда ждала. Эта многолетняя драматическая история разрешилась в один момент. Мать Ирины давно жаловалась на больные ноги. Она уже несколько раз лежала в больницах, но улучшения не было. Ирина решила узнать, улетрена, от чего страдает ее мать. Я привезла фотографию ему. Говорю, у нее ноги больные. Она еле ходит. Он говорит, у нее не ноги, у нее сосуды. Ей срочно надо проверять вены. И ее тут же на операцию, через месяц операция очень тяжелая была. В тот же день, когда Ирина отвезла мать в больницу, ей вновь позвонил Александр. Помню звонит и говорит, давай начнем. Быстренько собирайся на ЭКО, все будет замечательно. И вот в тот момент, когда мама лежала на операции, вся сила, вся энергия этой женщины была направлена на регенерацию собственного организма, а в этот момент, в принципе, и произошло это событие. То есть перераспределение энергии позволило получить то, что нужно было. И беременность после 16 лет бесплодия наступила. Ирина благополучно родила дочь Ксения. Скоро девочке исполнится уже два года. Это наше счастье, и оно нас всех объединило. Ну, честно говоря, это чудо для всех. Что никто не верил столько лет, и вот такое чудо выросло. Этой осенью Ирина решилась впервые привезти дочь в Москву и познакомить с Александром Литвиным. Не сильная девочка. Сильная? Очень сильная. Ну, значит, ваша энергетика передалась. Ну, ты тоже не слабая. Другая бы давно руки опустила. И, кстати, для взаимодействия с бабушкой у нее очень хороший будет симбиоз. Бабушка для нее хороша. Вот в этом случае бабушка будет своей энергией поддерживать эту внучку и подпитывать ее. Кто же такие энергетические вампиры и как уберечься от них? Согласно учению о биоэнергетике, практически каждому из нас доводилось и брать, и отдавать энергию. Принято считать, что только 5% осознанно забирают у ближних жизненные силы. Остальные же 95% подпитываются чужой энергетикой в какой-то тяжелый, кризисный для себя момент непроизвольный. Вампиров делят на агрессивных. Они любят многолюдные сборища, провоцируют ссоры и скандалы, часто работают в сфере обслуживания. И тихих, или лунных вампиров. Митики и зануды. Они всегда готовы пожаловаться на несчастную жизнь. Появился новый человек у вас. Вы должны отметить этот факт. И затем вы смотрите изменения ситуации. Ухудшается она или улучшается? Это может происходить достаточно на таком легком бытовом уровне. Легкая травма, небольшой порез. Пришли в аптеку, нет нужного лекарства. Ну и так далее и тому подобное. Не можете на протяжении двух-три дней запарковать свою машину. Нет свободных мест. Нужно подумать, с чем это связано. Не исключено, что так воздействует энергетика этого человека. Часто люди продолжают общаться с неприятным человеком просто потому, что стесняются резко отстраниться. Им неудобно прервать отношения из-за своих, как они считают, предрассудков. Но обычно энергообмен происходит не в автобусной.